По-прежнему я веду ретворён в тем, что Терреса Лабритати делает в плане разъяснительной работы, потому что некоторые, так сказать, общественные деятели пытаются всё-таки на этом заработать себе политический капитал. На сегодняшний день, насколько я знаю по предварительным данным, порядка 20 тысяч горожан получат льготы по тому распоряжению, которое подогонено из выписывающего средства и распределения. Кто пытается спекулировать на это? Почему, так сказать, сегодня есть те, кто хотят чуть ли не в митинге проводить в части неправильного, как написано, решения вопроса о тарифах на вывоз данных отходов? Правда, при этом совершенно ничего не говорится, а что они предлагают? Вот они не удовлетворены, и вот и всё. Поэтому, Сергей Степанович, от вас и от ваших сотрудников, от всех остальных, зависит от того, насколько подробно, доходчиво вы доведёте до сведения горожан то, что на самом деле сделают. Сегодня никто не возмущается, что подорожало горюче смазочный материал. Сегодня никто не возмущается, что, так сказать, дорожает стоимость материалов, тот же минимум заработной платы, который, так сказать, повышает. А ведь это составные части того, с чего складывается цена той или иной услуги. Да и в целом, поэтому, в принципе, по тому, что касается Сергея Степановича, представить тоже, сделать в виде интервью, не знаю, как хотите, все те составляющие, которые входят в цену на тариф и те условия, которые были предусмотрены первоначальными договорами, которые ссылаются, что якобы нарушили договор. В договоре было сказано чётко и ясно о том, что при превышении цен до 5% не вправе пересматривать это. Если превышает 5% барьер роста цен, тогда, по ходатайству, естественно, с замечаниями, с обоснованием границы специально вносят эти вопросы. Я опять останавливаюсь на этом вопросе, потому что по-прежнему продолжается спекуляция на этом деле. При всеобщем росте цены говорить, что мы что-то можем заморозить, это значит лишить возможности те или иные коммунальные предприятия оказывать услуги. Но мы делаем всё для того, чтобы для социального развития страны населения были выделены или компенсации, если вы говорите о тепле, или те льготы, которые будут рассмотрены на распоряжение демора для определенных категорий, там 6 или 7 категорий. Мы предлагаем соблюдать договор, договор, который был заключен всего лишь год назад, и в котором сказано, что категорически запрещено поднимать цены в течение 5 лет. Льготы – это хорошо. Мы на муниципальном совете тоже поддержали эту идею, но льготы должны исчисляться со старой суммы, с 6 лет на человека, а не с 15. Вы высказывались о том, что цены повысились более чем на 5%. На наши митинги, которые проводили граждане муниципа Беллс, люди не были против категорически поднятия цены. Мы понимаем, что есть инфляция, что растут цены на солярку, на бензин, так поднимите на те же 5-6%, насколько у нас инфляция в прошлом году, насколько подняли цены, но не на 150% поднять. Субтитры создавал DimaTorzok